В 13-летнем возрасте Никита отдыхал в Анапе. Как и все мальчишки, несмотря на запреты взрослых, решил прыгнуть с моста в реку Анапку. Упал на мелководье и получил серьезную травму. Сказали, что если все будет хорошо, то ребенок ваш ходить не будет, будет полностью парализован. Несмотря на то, что ситуация была очень тяжелая, мальчик и его мама Елена Александровна старались не падать духом. Они решили, сколько есть сил, столько и будут бороться с недугом. Сначала Никита прошел несколько курсов массажа, потом постепенно пытался приподнимать свое тело, ежедневно выполняя различные физические упражнения. И вот результат. Он смог не только встать с постели, но и сделать первые шаги после травмы. Огромную роль в реабилитации Никиты сыграл нейроортопедический реабилитационный костюм «Атлант», который ему подарила благотворительная программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Судзащита позвонили, детская поликлиника, что «Светик-семицветик» программа «Помощь детям-инвалидам, собирай деньги, мы можем вам помочь». Вот как бы вот это приобретение этого костюма. Спасибо всем жителям города, помогли с этим костюмом нам. Надевается на человека, зашнуровывается, то есть шнурочки полностью стягиваются. Вот и чтобы полностью мышечный корсет, образованную форму, он накачивается. В прошлом году Никита стал первым парадайвером в России, участвуя в программе фонда «Доступная среда» и Анапского подводного клуба «Акваглубус». Вот таким макаром. Опа, теперь надо завязаться. Лада Сиденко не может двигаться, ходить, говорить, видеть и самостоятельно есть. У нее редкое заболевание – синдром Веста. Болезнь встречается с частотой 1 человек на 4000 новорожденных. Из-за осложненных родов у латы произошло гипоксическое поражение головного мозга. Мозг девочки функционирует на 10%. В основном лежит. Дело в том, что у нее, скажем, такое заболевание, что у нее крайне мало за сутки бывает спокойных моментов. Обычно, когда она просыпается после сна, у нее серия идет приступов эпилепсии, да, то есть ее трясет. Она и парусит, у нее и саламовые приступы. Ну, то есть это такие разновидные. У нее атонические, астанические приступы есть, эпилепсии. Сейчас девочке 8 лет. Если раньше мама Лады мечтала о специальной коляске для нее, то сейчас, когда девочка подросла и стала весить более 30 килограммов, здесь, говорит Ольга Николаевна, нужны такие приспособления, чтобы дочка научилась чувствовать вертикаль. Есть такой аппарат, он называется вертикализатор. Это такая штука, в которую ребенка вставляют, ну, грубо говоря, фиксируют в нескольких местах тела. Она сама как-то заучилась смотреть? Хотя бы, чтобы она вертикаль понимала. То есть она же не встает даже на четвереньки. То есть поползновение ползать в нее нет. Она не знает, ну, или мозг не знает. В общем, ни одному Богу известно. Колени Лады сгибаться не могут, поэтому девочке нужен специальный горшок в форме стула. Мама Лады очень надеется, что программа «Цветик-семицветик» поможет и ее дочери. А для тех, кто хочет оказать личную поддержку, адрес Лады Сиденко, микрорайон Алексеевский, улица Камышовая, 28. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Крушаков, Анапа. Регион.